А я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции через ТБН. Пусть Бог благословит сегодня каждого из вас, каждого, где бы вы ни находились. Я надеюсь, что у вас все хорошо, что у вас решены все вопросы с Господом, и у вас нет никаких вопросов, хотя я думаю, что так не бывает. Я думаю, всегда какие-то вопросы есть. Я думаю, что у каждого человека даже есть такой вопрос, на который ему всегда хочется получить ответ, но по какой-то причине, как будто Бог оттягивает время и не отвечает сразу. Так или нет? Если так, вы тоже можете пометить в чате трансляции и написать, что да, у меня есть такой вопрос. Либо напишите, Бог ответил на все мои вопросы, я самый счастливый человек. И то, и другое хорошо, потому что каждый из нас в своем процессе в отношениях с Господом. Но вот что хочу я сказать в самом начале этой проповеди. Я хочу сказать, дорогие друзья, что если у нас есть вопросы, то ответы, настоящие ответы мы можем найти на страницах Священного Писания. И настоящие полноценные ответы мы можем найти только там, только на страницах Священного Писания. А бабушка мне говорила, что не надо позволять мужу руководить тобою, потому что иначе сядет на шею, так по жизни и будешь вести. А профессор в универе мне сказал, что Бога нет, а ученые доказали. А да все люди так живут. И так много у нас есть разных аргументов, чтобы как-то обосновать свои поступки, свой образ жизни, драгоценные. Но настоящие ответы есть только на страницах Священного Писания. Что Библия говорит о твоем вопросе? Что Библия говорит о твоей ситуации? Постарался ли ты, потрудилась ли ты, чтобы найти ответы на свои вопросы в Библии? Достаточно ли время ты уделил или уделила этим вопросам, чтобы разобраться, что Бог об этом говорит? Дорогие, если вы тратите на это время, будьте уверены, вы не останетесь без успеха. Вы не останетесь без ответов. Рано или поздно Бог ответит вам, и вы будете впечатлены. Но я заметил, что есть очень много умных людей, которые хорошо думают, прежде чем решить, что же все-таки Библия говорит по тому или иному вопросу. Я думаю, что из-за этого возникает и имеется сегодня у нас много разных динаминаций. Вроде все христианские, но, кажется, такие разные. Одни так говорят, другие так говорят. Есть динаминации сегодня, которые учат, например, что кроме Библии есть еще предания старцев. И к ним надо относиться точно так же, как вы относитесь к Библии, потому что это предания старцев. Но я думаю, что то, что было во времена Иисуса, то же самое происходит и сейчас. Иисус, разговаривая однажды с фарисеями, Он говорил, как вы ставите это на один уровень. Более того, вы преданиями своими отменяете Мои заповеди. А они тогда придумали такой хитрый ход. Они говорили, такую заповедь свою придумали. В преданиях так обосновали, что если ты вдруг захочешь принести Богу дар какой-то, но ты понимаешь, что тебе надо помочь родителям, что по идее это нужно родителям в помощь передать. Но если ты все-таки решишь это пожертвовать Богу, то тогда все нормально. Вот ради Бога это нормально. Тогда ничего страшного, если ты не отдашь родителям, потому что Бог выше. И знаете, так звучит, в общем-то, неплохо. Правда, Бог на самом деле выше всех. Только Иисус говорит, как вы так умудрились своим преданием отменить Мою заповедь? Как вы себе так придумали, считая, что ваше предание, оно может быть более мудрым или хотя бы на этом же уровне, как Мои заповеди? Я думаю, то, что происходило тогда, то же самое и происходит сейчас. Я чувствую себя откровенно иногда достаточно глупым, когда стараюсь просто примитивно исполнять то, что написано в Библии. Не обосновывая это как-то, не объясняя это вот как-то, не ища какое-то такое истолкование особенное, которое бы мне понравилось. Помню, служил одному брату. И он так грубо, знаете, относился со своей женой. И я ему старался объяснить, что, брат мой, тебе нужно относиться к своей жене, как к немощнейшему сосуду. И он говорил, у него столько аргументов было, он просто перечислял их и говорил, что, да, она просто по-другому не понимает. Понимаете, я по-другому не могу, она не понимает по-другому. У нас и так будет плохо, и там будет плохо. Если я не буду как-то вот настаивать. И я старался, используя все свое понимание Библии, объяснить ему, понимаешь, немощнейший сосуд. Вот ты взял такую вазу, она хрупкая такая. И вот ты немножко надавил, передавил, и все, и нет у тебя вазы. Вот так Писание учит относиться к жене. И, в общем, ему не очень это нравилось, а я так старался. Потом прихожу я домой, и у нас разные там бытовые истории. В общем, общение с женой моей началось. Я думаю, вы уже улыбаетесь, наверное, догадываетесь, да, к чему все дело идет. Так вот, в момент разговора вдруг я вспоминаю то, что говорил моему брату почему-то. И я думаю, ну нет, у меня аргументов больше. У меня вообще другие аргументы, у него какие-то несерьезные были, но я-то однозначно прав. Да и вообще, это надо разобраться еще, кто сейчас немощнейший сосуд вот в этом разговоре нашем. И, может быть, пойти предание поискать. Может быть, как-то по-другому все-таки можно. И кажется, так трудно в этот момент просто следовать Писанию. Просто как-то увидеть по-другому ситуацию, по-другому увидеть свою жену именно так, как Библия говорит. А не так, как тебе кажется. Я знаю, сестрам сейчас весело, но я ж не говорил еще, чему Библия вас учит. Вообще захохочешься. Только подумайте, Библия учит, что жены, что мужья, точнее, для жен являются господами. Круто, правда? И вообще Библия веселая книга, я согласен с вами. Веселая, иногда хочется просто отодвинуть в сторону, кажется, это невозможно, это нереально. Мой муж, господин, да вы о чем? Он шага без меня не может сделать. Знаете, дорогие, мы не придумаем ничего лучшего, чем оставил нам Бог на страницах Священного Писания. Мне удалось какое-то время назад пообщаться с моими друзьями детства. Примерно с 20 человеками мне удалось пообщаться. Кроме того, каждый и каждая из них рассказывали мне о других, еще минимум, наверное, о 20 человеках. Итак, я за короткое время смог коснуться примерно 40 судеб, с которыми мы росли вместе, проводили время, детство наше. Знаете, неловко признать, но я почувствовал, что я самый счастливый человек. Из их всех. Из тех, в смысле, которые в живых остались. Потому что целый ряд моих бывших друзей, их уже просто нет на этой земле. Но из тех, которые есть, я реально, общаясь с ними, я иногда даже думаю, думаю, вот это мне не стоит говорить. О моей семье много мне не стоит рассказывать. О моих детях тоже, о моей жизни, о моих переживаниях, о том, какой я счастливый, как у меня классный, как мне хочется жить, как я наполнен радостью, какой мир у меня в сердце. И как я весело смотрю в будущее, потому что знаю, что там самое лучшее для меня Богом приготовленное. И я торможу, я понимаю, что они меня посчитают ненормальным. Потому что, когда они общаются о своих проблемах, трудностях, там мать на мате, осуждение на осуждении, то это их атмосфера. Они чувствуют себя среди своих. Каждый мой успех, он как-то настолько выделяется. И я подумал, ну я же такой же, как они. Более того, они, многие из них имеют ни одно, ни по одному высшему образованию, они достаточно образованные. У многих из них достаточно много финансового обеспечения. Но они все абсолютно несчастные. Только вдумайтесь. Я образно говорю, примерно 40 человек, ну не так уж образно, может быть, чуть и больше. Примерно 40 человек, которые просто перед моими глазами прошли. Я самый счастливый. Я не придумываю. И я понимаю, что это не от того, что я какой-то особенный и лучше, чем кто-то из них. Я прекрасно осознаю, что причина только в том, что я избрал основанием своей жизни Библию. Они нет. А у них свои понятия, а у них свои ценности. Но я сказал, Бог будет господином моей жизни. И Его Слово для меня авторитет просто беспрекословный. И Господь делает мою жизнь успешной и счастливой. Я очень благодарен Ему. И хочу сказать, что если ты в основании своей жизни положишь Библию, какой бы непонятной она для тебя не казалась, как бы непонятно, она к тебе не обращалась, ты будешь счастливым человеком. Аллилуйя. Знаете, мне важно было в начале этой проповеди поднять авторитет священного Писания в ваших глазах. Потому что то, что я хочу говорить, оно не очень популярно сегодня среди христиан, в христианской среде. И я хочу сказать, что Библия очень ясно учит о том, что Бог есть любовь. О, это нам всем нравится. Я знаю. Бог есть любовь. Но знаете ли вы, что точно так же Библия учит тому, что Бог есть огонь поедающий? Более того, я скажу вам, может быть, для кого-то будет откровением, что о том, что Бог есть любовь, Библия учит значительно меньше, чем о том, что Бог есть огонь поедающий. Сами рассудите. Фраза о том, что Бог есть любовь, написана в первом послании Иоанна. Апостол Иоанн в четвертой главе, в первом своем послании, дважды повторяет это в восьмом и в шестнадцатом стихе. Бог есть любовь. Один человек, одну и ту же истину. Конечно, конечно, есть много других мест Писаний, где мы понимаем и уверены, что Бог есть любовь. И самое главное место Писания, это Иоанна 3,16, которое мы все знаем, которое говорит, что Бог сильно возлюбил, так, что отдал Сына Своего Единородного за наши грехи, чтобы мы не погибли, чтобы мы жили вечно вместе с Ним. Мы знаем, что Бог есть любовь, и это истина. Но послушайте, друзья, фраза «Бог есть огонь поедающий», она звучит на протяжении всего всей Библии. И не один раз. Например, Второзаконие, Ветхий Завет, 4 глава, 23 стих. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой». Потому что Бог есть огонь поедающий. Евреям, это Новый Завет. Евреям, 12 глава, 28-29 стихи. «Итак, мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог есть огонь поедающий». Ну и еще одно место Писания скажу, хотя их значительно больше, поверьте мне. Откровение, 6 глава, а это о будущем, о том, что будет. 6 глава заканчивается описанием последнего времени. Там, где абсолютно все, абсолютно все, там перечисляются все категории, значит, все социальные категории. И бедные, и богатые, власть имеющие или ничего не имеющие, рабы, свободные, все-все. Все, написано, будут просить, горы, падите на нас, камни, падите на нас и скройте нас от лица Агнца, от лица сидящего на престоле. Ну, давайте я прочитаю. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. «От гнева Агнца, ибо пришел великий день его гнева, и кто может устоять?» Друзья мои, вы видите, что нет абсолютно никакой разницы, откуда вы читаете, из Ветхого Завета, из Нового Завета, или вы читаете о том, что, как все закончится, абсолютно везде мы видим эту мысль. Бог может гневаться, Он есть огонь поедающий, Он есть любовь, но Он есть огонь поедающий. И однажды Его гнев будет излит на эту землю. Я не говорю сегодня о том, что более важно и что менее важно. Я говорю это только для того, чтобы вы видели полноценную картину, как Библия учит нас о Боге. И мы знаем, что Бог любит человека и ненавидит грех. И нам надо усвоить, что это две части одной и той же истины по имени Бог. Вы не можете любить Бога и ненавидеть грех. Вот что я хочу, чтобы мы услышали сегодня и запомнили. Вы не можете любить Бога и ненавидеть грех. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Наши враги сегодня не люди. Наши враги – это похоть необузданная. Это грех, который в результате появляется в жизни. И это смерть, которая призвана просто отделить нас навсегда от Бога. Вот это наши враги. И их надо ненавидеть. И об этом Писание говорит. И однажды будет великий день гнева, когда Божий гнев будет излит на землю, на все нечистое. О чем мы должны понять? Мы должны понять, что Бог есть любовь, но Он всегда ненавидел грех. Он его ненавидит прямо сейчас. И Он его будет ненавидеть всегда. Вы не измените Бога в этом. Он совершенный. Он всегда имел это отношение и всегда будет иметь это же отношение ко греху. И от того, насколько равнозначно мы принимаем эти две истины о Боге, будет зависеть то, как мы живем, как мы поступаем, как мы относимся к тем или иным событиям, будет зависеть то, каким будет наше христианство. Итак, каким мы себе увидим Бога, так мы и будем жить. Осмелюсь даже сказать, каким мы себе придумаем, можем придумать Бога, так мы и будем жить. Именно от этого, по этой причине, так много идолов всегда было и остаются сегодня. Люди себе объясняют, каким должен быть Бог. Отсюда разница вот эта в христианстве, отсюда так много динаминаций, потому что много умных людей, которые стараются Библию приспособить к своей жизни. Мне позвонила как-то одна сестра из нашей церкви, и сказала, что ей позвонила другая сестра из другой церкви, и сказала, что предложила участвовать в одном мероприятии. Она говорит, что ты думаешь об этом, пастырь? И я сказал, знаешь, у нас с руководителем этой церкви очень непростые отношения. Ну, по той причине, что он ведет себя очень нечестно. Мы обличали его лично, мы обличали его при других пастырях, но он продолжает лукавить, как ни в чем не бывало. И мы не можем переступить через это, как ни в чем не бывало, и дальше сотрудничать, как будто ничего не происходит. Мы не можем придумать себе какие-то другие принципы, кроме тех, которые Библия нам показывает. Сестра из нашей церкви потом перезванивает мне и говорит, пастырь, все нормально, я сказал, что пастырь у них лукавый, поэтому мы не будем сотрудничать. Я думаю, боже мой, я говорю, я тебе сказал же для того, чтобы ты просто понимала, что мы не можем вот это совмещать. А сам внутри думай, думаю, да слава Богу, может быть, хоть это зацепит, и начнем хоть говорить, потому что он не хотел говорить обо всей этой истории, которая у нас случилась когда-то. И она сказала, что та сестра передала, что она не понимает, а где же здесь любовь в этом отношении. Я подумал, ну да, ее любовь, по всей видимости, сводится к тому, чтобы просто все покрывать, чтобы не обращать внимания на то, что происходит, чтобы не обращать внимания, что пастырь врет. Я объясняю нашей сестре, говорю, слушай, ну как бы там ни было, понимаешь, все-таки для той сестры ее пастырь самый лучший, и у нас нет цели настроить ее против, поэтому пусть ее Бог благословит там, где она есть, она же искренне любит Господа. Наша сестра очень простая, она мне очень нравится, и она потом опять мне перезванивает, говорит, все нормально, я ей сказала, что не переживай, твой пастырь все равно хороший, и все у тебя будет в порядке, Господь вразумит. Но знаете, последующий шок, который я испытал от тех слов, которые наша сестра передала мне от той сестры. И та сестра сказала, она говорит, да ничего страшного, не переживайте. Мы, я не знаю, может быть, дословно я где-то записывал даже, а она сказала, что, ну, ничего страшного, вы меня ничем не обидели, наши руководители мирские люди, они еще учатся, а уровень Бога никто не достигнет. И вдруг я вижу целое мышление у этой общины, я не знаю, у всей этой общины или вот у некоторых каких-то людей, но я в тот момент осознал, что есть разное христианство, что есть разное отношение к грехам, есть разное понимание любви, поэтому я решил сегодня говорить очень ясно и понятно на эту тему. Дорогие, нельзя разделить любовь к Богу и ненависть ко греху. Это две части одного и того же Бога. Если вы берете только одну часть и отодвигаете вторую, вы придумали себе идола, осознаете вы это или нет? Бог есть любовь, но Он также есть огонь поедающий. Вот мой вопрос сегодня каждому из вас. Какая у тебя цель? Она или в том, чтобы объяснить свой грех, или в том, чтобы освободиться от этого греха. Знаете, от этого мотива абсолютно все зависит. Слова могут быть одни и те же. Во все цитаты из Библии. И тот человек, который хочет, он, конечно же, говорит, что Бог есть любовь, это самое важное, что надо понимать. И вообще, кто без греха, первый бросьте камень. И что есть учение о благодати. Бог ведь принял нас такими, какие мы есть. И поэтому, о чем вы говорите? Бог любит меня независимо ни от чего. Он принимает меня независимо ни от чего. И в таком случае такие люди остаются с грехами, мучаются в них. И рано или поздно эти грехи уводят человека в сторону от Бога, и однажды тайная становится явным. Но есть другая категория людей, которая, обнаружив в себе грех, прозревает, во-первых, то, что, оказывается, он есть, и старается сделать все, чтобы освободиться от этого греха. Он говорит, Бог, очисти меня от этого. Почему это во мне? Вы знаете, у этих людей чистое, настоящее покаяние. И Бог оценивает это. Мы, не оценщики, мы можем не увидеть у кого, что в сердце происходит, но ведь Бог оценивает и только от Него либо благословение, либо проклятие. Я хочу вам привести пример. Когда евреи вышли из Египта, они пошли за Богом, который есть любовь. Не так ли? Они знали, что Бог любит их, ведь Он так сильно вступился за них перед египтянами, Он вывел их из этого Египта при помощи чудес и знамений. Но после этого им нужно было побороться со своими врагами, которые символизируют грехи. И они имели любовь, но они побоялись воевать с этими врагами. И какой результат мы видим? Мы видим, что они опять оказывались в рабстве. Снова и снова они оказывались в рабстве, потому что, имея Бога любви в своей жизни, они не захотели возненавидеть грех и относиться к нему соответствующе, и уничтожить все это греховное, как Бог сказал. Послушайте, удивительнейшая история, которая записана в книге «Числа» в 25 главе. Наверняка вам знаком такой пророк Валаам. Его однажды наняли, чтобы он проклял народ Божий, но Бог взял уста этого пророка и обернул все в благословение для Израиля. И так никто ничего не мог сделать с этим народом. Они смотрели на Божий народ и понимали, он неприкосновенный, потому что какая-то особенная сила охраняет этот народ. Они понимали, их Бог, он сильнее всех. И тогда Валаам научил Валака, царя Мадиамского, научил, как можно победить этот народ. И вот что он сказал. Если вы блудниц, подошлете к ним, если вы проституток каких-нибудь, подошлете к ним, и они начнут совокупляться с вашими женщинами, то тогда грех появится в их жизни, и тогда поражение неминуемое. Число 25 глава, первый стих. Мадиамский царь так и поступил. И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Валфигору. И воспламенился гнев Господень на Израиле. «И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». Как вам предложение? По всей видимости, Моисей не осилил это повеление Божье, но попробуйте повести всех начальников в Израиле. «Хм, как бы тебя самого не повесили?» Я думаю, ну, у него было основание чего, о чем-то переживать, да? Было достаточно страшно, скорее всего. И видно, что он этого не сделал. Хорошо. «И сказал Моисей судьям Израилем, он свою идею предложил, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Валфигору». Повешать всех начальников израильских не смог. Он предложил другой вариант. Ребята, проблема очевидна. «Просто среди вас есть люди, которые грешат, они блудодействуют с этими Валфигором, с этим. Поэтому уничтожьте и всех». Не тут-то было. Народ, по всей видимости, тоже спасал. Ну, как это так взять и поубивать близких тут людей, которые блудодействуют? Ну, да, блудодействуют. Ну, да, поражение в Израиле. Но как мы можем противостать этому? И вот что происходит. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим, Мадьянитянку, перед глазами Моисея и перед глазами всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа с Кинии собрания». Вот она, картина, в которой сегодня может оказаться церковь Иисуса Христа. Когда вместо того, чтобы противостать грехам, народ просто плачет перед Богом. Они говорят, «Господи, помилуй нас!» Как же нам выйти из этой проблемы? 24 тысячи пораженных, 24 тысячи людей, которые заболели и умирали, и умирали, умирали. Вдумайтесь, 24 тысячи сплошь и рядом заболевают и умирают. Они собрались, они пришли к Богу перед Скинией собрания, перед этим входом и рыдают. «Господи, отврати гнев свой! Господи, помилуй нас!» Скажете, может быть, они не так плакали? Да ничего нового. Сегодня, я думаю, о том же самом христиане могут плакать. «Господи, помилуй моих детей! Почему у меня эта проблема происходит? Почему у меня эта беда происходит?» И вот появился один, кто вместо того, чтобы плакать, все-таки решился исполнить то, к чему Бог призвал Моисея и весь народ. Финьез, 7 стих читаем, 25 числа 25-7. «Финьез, сын Елеазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вышел вслед за израильтянином в спальню, вошел вслед и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, «Финьез, сын Елеазара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов израилевых в ревности моей». Они плакали, а истребление продолжалось. Они вопрошали, «Бог, почему ты не отвечаешь на наши молитвы?» А Бог уже сказал, как надо относиться к грехам, но они ничего не делали, поэтому поражение продолжалось. Они, скорее всего, начинали разочаровываться в Боге. «Бог, мы думали, ты вывел нас из рабства египетского, чтобы ввести в землю обетованную, а вот мы гибнем в этой пустыне, мы взываем тебя, почему ты не отвечаешь? Мы молимся, мы постимся, что еще нам надо сделать?» А Бог говорит, «Все просто». «Финьез отвратил гнев мой». Почему? Один, единственный, хотя бы один, но поступил в точности, как Бог повелел, и противостал этому греху, несмотря на то, что все плакали, несмотря на всеобщее настроение, несмотря даже на то, что Моисей оказался слаб в этот момент, чтобы поступить по Слову Божьему, он встал и поразил этих язычников вместе с этим израильтянином, которые символизируют грехи сегодня в наше время. «Поэтому скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветам священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступился за сынов Израилевых». Я думаю, что когда он взял это копье и пошел делать это, я думаю, что он выглядел какой-то жестокий человек, которого многие осудили, но вот взгляд Божий, он говорит, если бы, я своими словами, если бы это произошло раньше, может быть, 24 тысяч не надо было бы погубить. А если бы этого вообще не произошло, то весь народ бы пал. Финьез заступился, оказывается, за сынов Израилевых драгоценные. Каждый раз, когда мы противостоим греху, с ненавистью против греха, не с объяснениями, что мы живем по благодати, и Господь все равно нас принимает и любит такими, какие мы есть, но когда мы противостоим греху, как учит нас Священное Писание, приходит заступничество Божье. Бог реагирует. Я хочу вам сказать три урока из этой истории с Финьезом. Первое. Вы не измените Бога. Вы никогда не измените Бога. Никакое учение, самое прекрасное на этой земле, о благодати не сможет изменить Бога. Он ненавидел грех, ненавидит и будет ненавидеть. И однажды придет день гнева, и все станет просто очевидным. Второй урок. Молодушие приводит к смерти. И проблема не в том, что Бог не отвечает. Проблема в том, что силенок не хватает иногда поступить против общепринятых понятий, против твоего воспитания такого душевненького, против того, что о тебе говорят даже в церкви, может быть. Вместо малодушия Бог предлагает возревновать по Боге. И слышите, что? Возревновать по Боге – это значит возненавидеть грех. Возревновать по Боге – это даже не столько принести больше жертв, сколько возненавидеть грех. И тогда высвобождается сила Божья, чтобы прекратилась болезнь, чтобы остановилось поражение в народе, среди которого мы живем. Мы имеем невероятную власть, если встаем в правильное положение перед Богом, который есть любовь и который есть огонь поедающий. Когда мы начинаем быть представителями Бога на этой земле, приходит сила Божья, чтобы остановить всякое зло, всякие болезни, всякие проблемы в твоем доме и даже в окружении твоем. И третий, и третий последний пример – ревность по Богу и против греха останавливает, точнее урок, останавливает поражение. Малодушие приводит к смерти. А ревность по Богу останавливает поражение. Я знаю, что это бывает очень трудно. Но Иисус Христос, Он тот агнец, который пришел, чтобы дать нам достаточно сил. Он пришел на эту землю, да, Он пролил свою кровь. И поверьте, это неестественно, это ненормально. То, что иногда христиане пытаются сделать нормальным и размышляют, Бог же за меня умер. В чем проблема? Иисус заплатил за меня достаточно цены. Вы не верите, что Иисуса, Иисусова крови достаточно, чтобы покрыть каждый мой грех? Вы что, не верите? Да вы просто законники. Да это неестественно. Это ненормально. Это из ряда вон. Сын Божий пришел умереть от руки грешников. Да это ненормально. Да это нонсенс. Это просто из ряда фантастики для всех ангелов, которые там на небесах смотрели за разворачивающимися событиями. Мы не можем сделать это нормой. Мы не можем ожидать, что Он постоянно будет умирать за нас, за наши грехи. Нет. Он умер за наши грехи однажды, чтобы дать тебе силу и власть против всякого греха в твоей жизни. Если твой Бог живой, если ты веришь правильно, ты справишься с любым грехом. Но если ты пыжишься, пыжишься, падаешь, поднимаешься, опять грешишь, грешишь, по всей видимости, ты еще не понял Бога, который есть любовь. Если ты на самом деле принял Его любовь, Его жертвенную, Его такую страстную, Его, которая оставила, ради, из-за которой Он оставил небо и пришел на эту землю, Его, который вытерпел все, если ты познал эту любовь, у тебя есть все необходимое для святой жизни и благочестия. У тебя есть все необходимое, чтобы свергнуть власть всякого греха со своей жизни. Услышь это слово. Бог призывает тебя в совершенно новый путь с Ним, в совершенно новое познание настоящего истинного Бога, где не ты будешь вопить Нему Божию, но ответь, но ответь, но написано, где Он, зная, о чем ты даже подумал, опережает ответ свой, прежде чем ты просил у Него. Еще один пример. Иисус Навин, который был после Моисея, который видел все, как это происходило, и в 10 главе книги Иисуса Навина написано, как Он вооружился словами Божьими, который сказал, будь тверд и мужествен, иди противостой, противостой всем этим народам, истреби просто все эти грехи, все эти мерзости, все эти народы просто уничтожь. И Он вышел, и Он воевал, и воевал, и воевал. И знаете, был такой момент, когда Он воевал, и убегали от Него эти враги. Иногда, знаете, мы вроде видим, что, о, у меня получилось, и расслабляемся. Я справился с грехом. Ты умничка, если справился с грехом. Но это не время опускать руки. Вы знаете, когда Иисус Навин справлялся с грехом, Он бежал до последнего, Он бежал за последним врагом, Он хотел поразить последнего язычника, который представлял вот все эти грехи на этой земле. И однажды, когда Он это делал, Он бежал за очередным народом. Солнце стало, по всей видимости, время уже заканчивалось. День должен был склоняться к вечеру. Вы помните эти слова? Из книги Иисуса Навина, 10 глава, 14 стих. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амареев в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами, «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Айолонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы голоса человеческого, ибо Господь сражался за Израиля. И вот урок из этой истории. Бог слышит человека, который готов сражаться с грехом до последнего, который не радуется просто временному успеху и не опускает руки, а потом, ой, опять согрешил. Нет! Который бежит, гонится до конца, который стремится, святой, да освящается еще. Это постоянный процесс. Я стремлюсь к Господу, значит, я стремлюсь к святости. Ты не можешь стремиться к Господу и не стремиться к святости. Ты не можешь любить Бога и не ненавидеть грех. Это невозможно. Но каждого человека, который стремится к Богу, который готов воевать с каждым грехом до последнего, с силою Божьей, с помощью благодати, которую Господь дал нам, Бог будет слышать тебя невероятным образом. Не было такой истории никогда. Не было ни до, ни после того. Понимаете, когда это чудо произошло? Когда солнце остановилось? Когда луна остановилась на своем месте? Именно в том случае, когда Иисус Навин боролся с этими языческими народами, которые символизируют сегодня грехи в нашей жизни, из рабства которых мы вышли, из рабства которого Иисус нас освободил. Аллилуйя! Дорогие, в чем трудность ваша сегодня? Когда вы все это слышите, ваша трудность в том лишь, что вы неправильно понимали Бога. Может быть, тогда время поправится. Тогда время не бояться Бога, который есть огонь поедающий. Но Он огонь поедающий против грехов, не против тебя. Он любит тебя, Он хочет очистить тебя от этих грехов. Но насколько ты воспринимаешь его правильно, либо ты воспринимаешь его правильно. Но, подобно как у Моисея, не хватило достаточно сил послушаться Господа. Может быть, и у тебя недостаточно этой смелости. Тогда давайте помолимся об этом. Давайте встанем сейчас на свои ноги перед Богом. Давайте воззовем к Нему с благодарностью, что Он открывается нам в это время, в это последнее, я уверен, время. Таким, какой Он есть. Сущий. Бог сущий на небесах. Иисус, Ты открыл нам Бога сущего на небесах. Бога, Который любит каждого человека так сильно, так страстно, так невообразимо, мощно, и так же сильно. Он ненавидит грех, который призван украсть, убить и погубить, который призван разрушить жизнь каждого человека. Бог, мы принимаем Тебя таким, какой Ты есть. Бога любви. Бога любви. Бога любви. Бога любви. Бога любви. Бога любви. Продолжение следует...